Что делать, если сотрудник не справляется с поставленными задачами? Прежде всего, постарайтесь разобраться, из-за чего так происходит. Сегодня мы вам расскажем, можно ли что-то изменить и выставить работу иначе. Первое. Начните с себя. Ответственность за качество, выполненное сотрудником работы, очень часто несет именно руководитель. Подумайте, а правильно ли была поставлена задача? Возможно, не было четких указаний. Некоторые задания попросту были непонятны. Важно, каждый человек требует к себе индивидуального подхода. Все зависит от опыта, стажа и индивидуальных особенностей. Кому-то потребуется пошаговая инструкция, а кому-то достаточно обрисовать картину в общем. Обязательно поинтересуйтесь, у работника все ли ему понятно и каким образом он думает выполнять задание. Второе. Найдите причину ошибок. Если вы уверены в том, что задача была поставлена правильно, узнаете у работника, почему она не была выполнена. Может оказаться, что изначально установленные сроки были очень сжатыми для этого вида работы. А может, сотруднику пришлось параллельно заниматься другими текущими делами или же он не смог правильно расставить приоритеты. В данной ситуации роль руководителя заключается в помощи. Помогите работнику правильно распределить время. Не пускайте все на самотек. Периодически уточняйте, все ли в порядке, нужна ли помощь. Но не переборщите. Третье. Попробуйте научиться. Вполне может оказаться, что сотрудник не справляется с поставленной задачей, потому что не знал, как это сделать. Причинам это может быть несколько. Либо сотрудник приукрасил свое умение и знание на собеседовании, либо попросту с такой спецвекой еще не сталкивался. Ничто так легко не продемонстрирует умение работника и его опыт, как рабочие условия. Но даже если сотрудник приукрасил свое резюме при трудоустройстве, не смешите расставаться. Дайте ему шанс. Возможно, после короткого тренинга он сможет очень быстро восполнить пробелы. Важно, для проверки компетенции сотрудника лучше всего подойдет мелкие задания. Проверьте работника в разных ситуациях. Вы сможете увидеть гораздо больше, чем при выполнении одной задачи. Причем за гораздо меньший срок. Будьте объективны и не забывайте, что каждый имеет право на ошибку. Но в то же время каждый должен ее признать и постараться исправить. Тем не менее, выше головы человек прыгнуть не может. Если сотрудник абсолютно некомпетентен, руководителю придется принимать решение. Перевести его на другую должность, в другой отдел или попрощаться. Помогайте в развитии дополнительных навыков. Гибкие навыки важны не менее профессиональных. Особенно это необходимо при работе с клиентами. Умение правильно подать информацию, понимать, что хотят клиенты и быть легким в общении влияет на мнение заказчика не меньше, чем идеальное решение задачи. Эти полезные навыки можно развить. На помощь придут тренинги, мастер-классы, беседы и дискуссии. Но если сотрудник абсолютно некоммуникабелен, избегает любого общения и не читает препятствий для работы, создать его не имеет никакого смысла. Пятое. Примите решение. Решиться уволить сотрудника не так-то и просто. Поэтому советуем вам это сделать в два этапа. Прежде всего, выделите сильные и слабые стороны работника. Обратите внимание, как он реагирует на критику и прислушивается к вашим советам. Принимая решение уволить сотрудника, ориентируйтесь только на факты. Узвесьте все за и против. Не бойтесь дать второй шанс тому, кто готов развиваться и работать над собой. Но если вы не наблюдаете у человека желания и возможности работать так, как надо, лучше не тратить время. Подписывайтесь на наш канал, где вы можете найти массу полезной информации о кадрах. Будьте в курсе. Будьте с РосК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова